Степан Мезенцев С самого младенчества Степан взрастал Вы его взращивали в звезду Сначала он в моих концертах участвовал Потом я в его концертах Ну а теперь в основном Денежками занимаюсь Сейчас как радуетесь, что он же в Москве А получается часто приезжает на родину Да, с 2008 года Он в Москве А каждый год Его тянет на Алтай Вот И это Как-то в общем это его необходимость Он не врос В Москву настолько, как некоторые Что забывают, где они там Родились, выросли и так далее Вот, поэтому Нам очень приятно, что он каждый год Ну и если даже где-то На маршруте находится То все равно залетает Заезжает из Сибири В Барнаул Причем он ведь не только в Барнаул приезжает с концертом Он как тур у него такой бывает Ну безусловно По алтайским городам, селам и по Сибири Навеяна 80-летием края Так, в общем Неофициально Хочется Это может Ну, наверное, это так действительно Может быть Вот Ну а Вы Говорили о концерте в Барнауле Ну и вообще Будет программа Довольно Интересная Так, если Коротко сказать То это Шлягеры Классической музыки Ну, шлягеры Это известные Да? Произведения В Интерпретации Степана Вот Да и, конечно же Зарубежной И нашей Эстрадной музыки Вот Народные Мелодии Обработки И, безусловно Большая доля Именно вот в этом концерте Будет уже Посвящена Собственным Сочинениям Степана То есть программа Пополняется Да, программа Пополняется Безусловно У нас просто Как-то из года в год Остается Схема Вот Построения программы Вот именно Из этих основных Аспектов Классическая Эстрадная Зарубежная И наше Собственное сочинение И, безусловно Народное Ну, музыкальное Народов Мира Ну, он Также с Петром Малановым На сцене будет На сцене будет С Петром Малановым Заявлен был Андрей Скляров Бас-гитарист Но, к сожалению Он уехал на Кипр Или к его радости Вот Вот так Ну и, кроме того В Барновольском Окестре Будет принимать Участие Солист группы Хрустальная гармония Вадим Влад Никитин Ну, и, конечно же У них недавно тоже, кстати, был концерт В зале Алтайского госуниверситета Но Тимофей Венковский отбыл в родные края Ой, вернее, в крымские края Вот А Влад остался дождаться Степана Потому что его композиции Вот Музыка Сферы Небес Вот Планет Именно в записи Принимал участие Степан Как бы на расстоянии И вот как раз они вместе Это исполняют живую Да, и, наконец, они живьем Именно в Барнауле Дадут эту музычку Я думаю, что это будет прекрасно Как сам Степан Озывается по поводу игры в Барнауле Перед родной публикой Ну, если честно То он всегда Больше всего волнуется Он начинает нервничать Психовать Страшнее, чем где-то там На столичных площадках Ну и, конечно, больше всего Мне достается в данной ситуации Потому что он ищет повод Чтобы немножко так это Ко мне придраться Что-то не так Что-то не этак Вот сейчас Скляров, например Еще была ошибка В первом варианте рекламы Драйв Я, эй, зачем-то написал Просто, ну, привык к русскому тексту А потом Уже оказалось поздно Ну, потом поправился, естественно Ну, за это получил Вот так Это вот что значит Отец с сыном доработает Но все равно же мирно существуете Да вы знаете Ну, безусловно Все равно какой-то Какой-то внутренний голос Какая-то аура там и так далее Вот я считаю, что У родных людей В музыке это Я совершенно четко заметил Что нам не надо с ним репетировать Было практически То есть мы сходу брали Играли тексты Не договариваясь Где, кто и как играет Вот это удивительно, конечно Но вот это родственное Оно А сейчас-то поиграть вместе не хочется? Ну, вот мне-то Вам взять инструменты Мне-то хочется Но у меня физически Немножко проблемы появились С руками Вот И поэтому Я Только Только вот Для себя на сцену Не выхожу Но зато успешно Вы делаете дела Как говорится За кадром Да, за сценой Расскажите про концертный зал В университете который Какие концерты еще будут Чего ждать Потому что Степан Это только одна программа Получается Вот в марте А там я видел У вас афиши Расписаны Там очень много Каждую неделю Репертуара Вот Ну, с концертным залом Тоже интересно Что я уже скоро Два года Как работаю Просто я С 89-го года Не работал В государственных Организациях Вот там У меня различные Были московские Там Коллеги Солидные И так далее Потом Своя фирма И, собственно говоря И сейчас Степан Предприниматель Но Я по доверенности Генерально Веду его дела Вот И как-то Мне, наверное У меня Чувствовался Какой-то дефицит Общения По-видимому С людьми И так далее И вот интересно Что Когда открылся Центр культуры И просвещения На меня вышли И попросили Степана Степан как раз Был На гастролях Между Из Новосибирска Должен был Вылетать на Читу Вот Самолетом Но Пришлось ему Заехать в Барнаул Принять участие В открытии Центра музыки И Затем Утром Лететь в Читу Из Новосибирска Вот Но И Тут же Мне предложили Вот Занять Пост Администратора Концертного Зала То есть Там и художественное Руководство Разумеется Ну и безусловно Организаторские Вот Надо было Решать вопросы И вот Верить Нет Мне настолько Я как-то Боялся уже Работать В государственной Организации А тут Вот Настолько близкие Мне по духу Люди оказались И доброжелательные Что я вот Сейчас с удовольствием Там что-то То что Удается Немножко Раскачивать Зал Привлекать Публику Ну и в том числе Вузовскую И вот Сейчас какие-то Новые планы Там появляются Ну то есть Мне понравилось У меня по кайфу Но правда Нагрузка больше Потому что Надо еще Степана концерты Организовывать То есть Все нужно успевать Все надо успевать И Я пока Я пока Не вижу возможности И желания Вот как Другие люди В моем возрасте Посвящать себя Там рыбалке Саду огороду Это мы совсем Времени Это не мое Ну а что касается Путешествий К Степану в Москву Есть Да я не только В Москву езжу Вообще К Степану Вот Нет Ну я в любой момент Могу выехать К нему на маршрут Это возникает И необходимости Как бы Вот Какие-то расчеты Сделать Там Какие-то моменты И особенно Когда Появляются Новые партнеры Потому что Жизнь не стоит На месте Это хорошо Когда В городах В которых Ты работаешь Ну Твои знакомые люди Надежные Партнеры Там Даже друзья Вот Ну а время течет Люди меняются И поэтому Скажем Там где появились новые люди С кем-то познакомился Или новая точка Открыта Безусловно Там я считаю Своим долгом Появиться Познакомиться Вот Убедиться Что Стоит ли продолжать Сотрудничество Насколько оно Надежно И так далее А вообще реально Кого-то допустим Где-то там Увидели в поездке Пригласить музыканта Выступить у нас В Барнауле Как люди реагируют На то что Алтайский край Барнаул Ну В общем-то В поездке Мы себя не позиционируем Людьми из Барнаула Как-то это Само собой Что это Москва А то что С Алтая Степан Говорит В каждом Буквально Концерте У нас Все документы Ну Это вызывает Только Определенное Доверие Между прочим Тут Очки Мы набираем В сравнении Несмотря на Столько лет В Москве Проведенных Что все равно Алтайский край Это родное Вот именно И что У нас И документы Мы кстати Налоги на Алтай Платим Вот Олег Степанович Спасибо огромное За интервью Я напомню Концерт Степана Мезенцева Пройдет 17 марта В 18.30 В концертном зале Алтайского госуниверситета Сфишите за билетами До встречи